Приветствую вас, дорогие зрители! В сегодняшнем выпуске вас будут ждать три истории. Одна про незатейливых мальчишек, которые решили заполучить себе цветок папоротника. Вторая про лесную деву, которая спасла жизнь. И третья про жуткого монстра, обитающего в чаще леса. А если вам понравится это видео, то прошу ваши поддержки в виде лайков и комментариев. Благодарю! Цветок папоротника Солнце уже заходило за горизонт, когда компания мальчишек вышла на улицу. «Леха, спички взял?» – спросил один из них, потирая переносицу, натертую очками. «Зачем они нам?» – удивился второй. «Паш, давно же было пора понять, что костер – это наше прикрытие, чтобы взрослые ни о чем не догадывались». Павел недоверчиво посмотрел на Лешу и Мишу, после чего махнул рукой. «Да черт с вами!» – сказал он. «Вот дойдем, и я вам покажу, что папоротник никогда не цветет. Он размножается спорами». «Тебе бы поменьше учиться, ботаник ты наш!» – со смешкой посетовал Михаил, хлопнув друга по плечу. «Пошли!» Компания двинулась в путь, и им потребовалось около получаса, чтобы добраться до нужного места. Остановившись на опушке леса, они внимательно осмотрелись. «Да, а костер бы в самом деле не помешал», – с досадой заметил Леша. «Тьма такая вокруг!» «Да ничего, что-нибудь да увидим!» В темноте мальчишки обустроили себе небольшую лужайку, с которой было удобно наблюдать за огромными зарослями папоротника. Именно здесь, по убеждениям покойной бабушки Ирины, один из прадедов Миши нашел заветный цветок. Именно он, по поверью бабке, даровал предку чудесную силу и великую удачу. Именно об этом мечтал Михаил, уже представляя, как изменится его жизнь. Погрузившись в раздумья, он воображал различные ситуации, как ему ставят пятерки за случайно единственно выученный билет, как парни соседнего двора признают его главным в своей команде, как одноклассница Света сама пытается с ним подружиться. «Ничего у нас не получится!» Внезапно прервал его мечты Алексей. «Цветок папоротника раз в семь лет цветет, так моя бабка говорит!» «Знаю», — спокойно ответил Миша. «Я каждый год сюда прихожу, сегодня как раз седьмой раз». Друзья взглянули на Мишу, почувствовав в его словах дольку безумия. Лишь сейчас они поняли, что цветок папоротника для их товарища — это очередная идея фикс, от которой он никогда не откажется. А это означало, что их опять ждут неприятности, как это обычно происходит со всеми прочими идеями друга. Оставшееся время ребята сидели молча. Ближе к полуночи Леша заволновался. «Парни, вы слышите?» — спросил он. «Нет». «А что мы должны слышать?» «Пение птиц». Мальчишки резко, недоумевающе переглянулись. «Слишком тихо не заметили для летней ночи в лесу», — пояснил Алексей. «Может, лучше домой пойдем?» «Ни за что», — твердо ответил Миша. Он сидел, не двигаясь, наблюдая за зарослями папоротника. Вдруг внезапно поднялся ветер. Вместе с ним нарастал страшный шум. Казалось, из ниоткуда доносился сумасшедший смех, множество противных голосов. «Не реагируйте!» — командным голосом произнес Миша. «Это они пытаются нас запугать». «Кто? Нечесть?» — хихикнул Паша. «Как бы то ни было, я сваливаю!» — со страхом произнес Леша. «Мне кажется, я узнаю несколько голосов. Не как мертвецы зовут». С этими словами парень поднялся и, сломя голову, побежал в сторону деревня. «Вон как испугался!» «Ветер это!» «Ветер!» «Мертвые не умеют разговаривать!» «Наукой доказано!» Едва успев договорить эту фразу вслед другу, Паша заметил, что вокруг стало светлее. Он повернулся к зарослям, желая опередить источник света. В самой середине полянки из папоротника вдруг появилась веточка со светящимся бутончиком. Увеличиваясь в размерах, цветок светил все ярче и ярче. «Этого не может быть!» Прошептал потрясенный Павел, доставая перочинный ножик. «Это будет сенсация в науке!» Юноша бросился к папоротнику, но срезать цветок он не успел. Черная тень сгустилась прямо над ним, принимая устрашающий демонический вид. Вслед за ней из-за деревьев выпрыгнуло несколько существ, похожих одновременно как на человека, так и на козлов. Срезая острыми хвостами траву вокруг, они побежали за Павлом, пока тот не уронил на землю свой нож. На поляне остался лишь Миша, завороженный любующимся чудом. За ней внимательно наблюдали несколько ярко-красных пар глаз, готовых атаковать в любой момент. Но мальчик на них не обрещал внимания. Очарованный, он медленно подошел к цветку папоротника. Бутон за несколько секунд раскрылся. Огромный цветок небесной красоты сиял таким ярким светом, что казался ярче самого солнца. «Такая красота!» Миша протянул руку к цветку, потрогав лепестки. При этом вдруг начал сгущаться густой черный туман, формирующийся в каких-то демонических существ. А козлоподобные черти приняли атакующую позицию. «Нет, такая красота должна быть не в Азе, сорванной и увядшей, а в сердце!» С такими словами Михаил поднес руку, который только что трогал цветок к сердцу и на мгновение закрыл свои глаза. Представил, что этот цветок, который все еще был там, перед ним, надеясь, что он так его лучше еще запомнит. Вновь открыв глаза, он медленно стал пятиться назад, все так же продолжая им любоваться. Нечисть вокруг успокоилась, но продолжала наблюдать за юношей. Заметив, что цветок папоротника вот-вот закроется, Миша отвернулся, не желая видеть, как эта красота вянет. Он смело зашагал прочь, зная, что цветок папоротника в его сердце поможет ему изменить свою жизнь к лучшему. Молодая кикимора вынырнула из болота, порвав тонкий слой ряски, как паутину. Зеленые листочки запутались в темных волосах, точно в плетеные цветы въярила в день. На берегу в густом полумраке поблескивает нечто чужеродное, мощно пахнет кровью. Носик кикимора подергивается, по бледной зеленой коже пробежала волна мурашек. Моргнув прозрачной пленкой, она осторожно поплыла на запах. В прибрежной грызии лежал воин. Кольчуга посещена в клочья, кровь собирается лужицами в ямках грязи, стекает в болото. Лицо покрыто засохшей коркой лесного мусора, земли и крови. Губы слабо подергивают. Войн прерывисто шепчет чье-то имя. Кикимора жадно облизнула губы, наклонилась, обнюхивая раны. Осторожно лизнула и тут же отпрянула. Паряна! Паряна! Раненый повторяет имя без остановки. Глаза дергаются по тонкой кожице и век. В конечности подрагивают. Кикимора из любопытства смыла корку грязи с лица. Удивленно охнула. Воин молод, но через лицо пролегивают тонкие шрамы от кривых степняцких мечей. На лбу звездчатый шрам от попадания стрелой. Подавшись инстинкту, Кикимора присосалась к ранам, слизывая кровь до скрипа кожи. Воин застонал, не приходя в сознание, попытался ее толкнуть. Нечисть увернулась от неловкого взмаха, отплыла на безопасное расстояние. В чаще затрещал дятел. На другой стороне болота закричала «Выпь!». Прислушавшись, выловила в шуме ляса тяжелый топ атакованных сапог и лязг железа. К болоту приближается крупный отряд смердящих потом мужчин. Кикимора сморщила носик и приготовилась нырнуть на глубину. В последний момент замешкалась и подплыла к войну. Выбралась на берег. Легла на горячее тело, широко раскинув руки. По воздуху побежала рябь, как по воде. Мир вокруг них исказился, пряча чужих глаз. Заросли кустарненько жалобно затрещали. К берегу вышла группа закованных в железо мужчин. Вожак зорко огляделся. Не найдя тело воина, грязно выругался. «Где он?». Вперед вышел следопыт. Внимательно глядел, даже пощупал землю. Сказал о задаче, напочесывая затылок. «Должен быть тут. Вот же следы и кровь». «Я и без тебя это вижу. Где тело?». Следопыт прильнул к земле, а лицо его побледнело. Отшатнулся, упав на спину и тонко скрикнул. «Нужно уходить. С чего бы?» «Тут... тут была Кикимора. Видите следы? Боги, теперь ясно, куда делся труп. Она с собой утащила. А коли нас заметит, раз одурманит и сожрет». Вожак злобно сплюнул под ноги. Почти попав на спину Кикиморе, махнул остальным. Отряд поспешно исчез в кустах. Только удаляющийся топот напоминает о людях. Кикимора слезла с войны и начала срывать с него одежду и остатки кольчуги. Смыв запекшуюся кровь, наложила пучки лечебных трав, придавив листьями частухи. Осторожно перетащила в укромное место среди кустов. Пошаманив над телом, бережно накрыла травяным одеялом. Воин из предсмертного забытья погрузился в неспокойный сон. Очнулся он только на следующий день от боли и утреннего холода. Удивленно огляделся и ощупал тело. Раны затянулись. Раны его затянулись. Тонкой розовой кожицей, готовой лопнуть от любого движения. Тело стонало от боли, но боли хорошей, говорящей о идущем полном ходом заживления. Рядом лежит широкий лист, полный ягод и расколотых орехов. Спустя неделю, как воин, пошатываясь, ушел в лес, он вернулся. В нарядной броне и ярко-красным плащом за плечами, сев у берега болота, положил на воду пышный венок из ярких цветов, а на землю стеклянный флакон заморских духов. Встав низко, поклонился и громко сказал «Спасибо». Не дождавшись ответа, развернулся и пошел обратно. Едва заметный плеск заставил обернуться. Веноки духи исчезли. Воин широко улыбнулся и послал в болоту воздушный поцелуй. Рассказ «Леший». Этот случай, как я помню, произошел в начале июня 2002 года. В том году я вернулся с армии, уже съездил в город, где успешно сдал вступительные экзамены в УЗ, и снова вернулся в свой поселок, в котором мои родители были и все мои друзья. До начала первых занятий еще далеко, и я решил все лето провести в родных пенатах, подрабатывая помощником кузнеца в местной кузне. По вечерам мы с друзьями пили пиво, орали под гитару, а в выходные мотались соседний поселок на дискотеку. Там я и познакомился с Сашей. Сашка приехала в тот поселок к своей бабушке и деду. Сама она была городская, перешла на третий курс экономического факультета, того же вуза, в который поступил и я. Ох и любовь у нас разогрелась. Я к ней мотался каждый вечер после работы в кузне, а по выходным, забыв про друзей, с самого утра мчался на своей старенькой Тойоте, которую подарил мне отец в честь димбеля, и ждал ее у подъезда, чтобы весь день провести с моей ненаглядной. Помню, суббота, утро. Я, быстро умывшись и перекусив, вышел из дома, поздоровавшись со своим псом Тимохой, залез в машину, вставил ключ, повернул, не заводится. Аккумулятор сдох, вот зараза, хотел же новый купить, но все лень, матушка. Ну что ж, пойду пешком. По тропинке через лес топать было до Сашиного поселка километра четыре, по дороге в Сисим. Надо сказать, что этот лес в нашей округе слыл нехорошим. В нем постоянно находили останки домашнего скота, кем-то сворованным с окраинных дворов. Люди, конечно, говорили, что варье залетное чудит, или, может, бойцы из соседних частей, но ходить все равно было жутковато. Тем более нам еще мальцами, старшие ребята, как-то рассказывали жуткие истории про лешего, что в лесу этом водится, который скотину-то и ворует, а ночью в лес пойдешь и тебя сожрет. Малыми мы, конечно, верили во все эти ужасные истории и пересказывали друг другу, но уже с новыми подробностями еще больше боялись. Тогда мне был двадцать один год. Я был здоров, да и после двух лет в морской пехоте мне и сам дьявол был не страшен. Вот уже последний дом у меня за спиной, вот поле пшеничное уже миновал, впереди вижу лес и тропинка, хожаная, нужно отметить. Лес как лес, ничего необычного. Да и сколько раз уже через него ходил я с ребятами. Но именно сейчас мне почему-то стало жутко. Все время не покидало чувство, что кто-то на меня смотрит из лесной чищобы, что кто-то там в зарослях идет параллельно мне. Вот тебе и морпех, один в лесу и трусит. Эта мысль меня подстегнула, я выкинул всякую чепуху про нечисть из головы и напевая «Россия, любимая моя, Россия, березки, тополя!» Как недавно в армии, двинул бодрым шагом на рандеву к моей Саше. С Сашкой весь день мы провели на берегу реки, жарили сосиски на костре, я пил пиво, а на вино, разговаривали обо всем и ни о чем, слушали музыку из прихваченного ей радиоприемника, и так до самых сумерек. Вернулись мы к ее дому уже за полночь, решили сходить на дискотеку, но наткнулись на закрытую дверь с хамоватой надписью на ней. «Сегодня дискотеки не будет, не умеете себя вести по-человечески, не будет и танцулик». Ну что ж, по домам. Проводил свою девочку до дома, еще с час сидели на лавке, обнимались, целовались, а потом я потопал домой. Все мысли были только про Сашу, поэтому я даже сразу и не заметил, как иду по тропинке через этот нехороший лес. Темень была непроглядная, только тропку, видать, немного, освещенную лунным светом. А тишина стояла такая, что хоть ножом режь. И вот тут мне стало опять жутко, как в детстве. Уже хотел назад поворачивать, да не решился. Я что, трус? Девчонка малолетняя? Обычный лес, обычная тропа. Минут сорок хода, и я буду в поселке. Но моя бровада действовала недолго. Вновь на меня навалилось ощущение слежки, как днем, только раз, этак в пять сильнее. Я кожа чувствовал на себе чей-то взгляд. Я был уверен, что за мной кто-то есть. Я остановился и прислушался. Тишина. Хотя, может, послышалось, но за моей спиной кто-то наступил на веточку, и она хрустнула. Вот, вот еще раз, и еще. Чье-то едва слышное дыхание. Я повернулся. Оно стояло на грани различимого мною пространства. Оно было ростом метра два. Руки и ноги были неестественно длинными и худыми, и казалось, что это не конечности живого существа, а ветви деревьев. Крупная башка твари была посажена на плечи, а шеи как таковой вообще не было. Но самое жуткое – это глаза. Они были размером с небольшое блюдце. Круглые, горели, тусклым, призрачно-желтым огнем. Казалось, эти мерзкие глаза смотрели мне прямо в душу. Они парализовали меня, я не мог шевельнуться. В голове мысли начали тянуться, как мед. Моя воля была сломлена, а тварь медленно приближалась. Я неимоверным усилием воли передвинул ногу назад и, потеряв равновесие, упал, потеряв из поля зрения гипнотические глаза существа. Мысли снова побежали бурным потоком. Тело снова мне подчинилось. Я, стараясь не смотреть больше на эту тварь, резко поднялся, развернулся и побежал. Бежал я на грани всех моих возможностей. Еле успеваю уворачиваться от деревьев и веток. Сердце билось, словно птаха в клетке. Но дыхание не сбивалось, хоть и темп бега приходилось менять. Ох, не зря нас мучили марш-бросками в армии. Ох, не зря. Я бежал уже по полю. Вдалеке виднились огни домов, а тварь все не отставала. Я ее чувствовал спиной, да и ветерок, изредка поддуваемый мне в спину, порой доносил до носа мерзкую вонь, видимо, издаваемую существом. Вот уже мосток через ручей, первый дом поселка, а я все бегу, окутанный мерзкими паутинками ужаса. Где-то сзади послышался дикий вой, будто волчий, и вой этот был наполнен жутью и вроде разочарованием. Остановился я только у нашей беседки, за которой сидела наша пацанва и девчонки, попивая пиво и слушая музыку из магнитола Лехиной девятки. «Даня, да ты чего такой сбаламученный?» спросил Пашка, протягивая стакан, наполненный пивом. Я выпил пол-литра теплого и противного пива залпом, не почувствовав даже самого вкуса. Меня всего трясло от адреналина и бешеного бега. «Ребят, да он подрался с кем-то, вон как трясет его!» сказала моя сестра Полинка, которая, почувствовав неладное, сразу ко мне подошла. «С кем подрался-то? С Романовскими?» «Так, парни, мы своих не бросаем, сейчас Романовскими у нас охватят». Загудели друзья, я, приняв от Паши очередной стакан с пенным, кое-как успокоился. «Да, ни с кем я не подрался, меня еще потряхивало, и я говорил, как заика. «Ну да, рассказывай нам басни, тебя ж трясет, как перфоратора», заявил Леха, который, к слову, был старшим из нас, служил в городском ОМОНе, срочку служил в армейском спецназе, даже на Кавказе воевал, а в нашей компании считался авторитетом. «Я-то уж в драках понимаю, адреналинов тебе сейчас, мама, не горюй», закончил ОМОНовец, поигрывая своим любимым десантно-штурмовым ножом. «Лех, пацаны, да я не дрался, ни с кем, тут вот какая история, только не подкалывайся, врать мне незачем». И я поведал все, что со мной произошло. Друзья слушали меня с определенной долей скепсиса, но, видя мое состояние, шутить не собирались. Я закончил свой рассказ, ребята молчали. «Может, тебе, Сашка, твоей дури в пиво подсыпало какой? Вот тебе и глюки прилетели». С улыбкой выпалил Эдик. Я взорвался и хотел было уже с кулаками накинуться на шутника, но меня сразу схватило несколько рук и посадило на лавочку. «Ты, Хайло, прикрой лучше, клоун местного разлива». Леха передвинул к лицу Эдика кулак с размером с кувалду. За столиком беседки вспыхнула дискуссия. Кто-то мне верил, кто-то говорил, почудилось, кто-то выдвинул версию, что меня романовские пацаны на испуг взяли. Пока велась жаркая словесная баталия, к нам подошел дядя Боря. Компанейский мужик, заядлый охотник и знаток местных лесов. «Здоров, пацаны! Привет, девчонки!» «Здрасте, дядь Борь!» «Что за шум?» «А драки нет!» «Ну как, плеснете старому?» «Да по-новому!» Пашка быстро наполнил пластиковый стакан пивом и протянул дяде Боря. «Да вот тут Даня у нас в лесу чудо-юду увидел какую-то, да труханул так, что колотит до сих пор!» «Опять Эдик со своими шутками!» «А чего тут удивляться?» «Я и сам чуть пор таки не обгадил, когда увидел местного лешего!» С некоторой досадностью ответил дядя Боря, отпевая пиво. Стало тихо, все ждали истории от Бориса Евгеньевича, подполковника ВДВ, ветерана Афгана. «Чего притихли-то?» «Встречал я лешего, что в лесах наших бродит порой. Где встречали?» «Да тут и встречал, прямо во дворе своем. Жуткий да обсера, доложу я вам. Кто-то из девчонок еле слышно пискнуло, от страха, видимо. Парни начали украдко озираться, а у меня пошли мурашки по спине». «А как это случилось-то?» спросила Таня. «Было это лет десять назад, когда я только хозяйство завел, свинарник с курятником построил, животину прикупил, пса завел. Помните, был у меня кавказец? Шерханом звали. Мы дружно закивали, помнили эту зверюгу, которая нас, малых, пугала до чертиков. Помните, что сдох он, хотя еще молодым был? Я про чунку всем тогда говорил, а не чунка это вовсе. Шею ему сломало, чудо-юдо это. Дома я сижу, значит, в телек смотрю, да, ружье свое чищу. Как слышу, лай дикий, а потом короткий писк, и все. Я во двор, там у ворот пёс лежит с башкой, аж на спину вывернутый. Я в дом, хватаю свое ружье, патроны и к свинарнику, а там свиньи визжат, в курятнике куры беснуются. Только к свинарнику подбегать, а там, матерь божья, сначала подумал, дерево порося веткой держит. Да, только дерево это о двух ногах было, и руки есть. В одной из них свина мертвого уже держит, а глаза чудища желтизной отсвечивают. Я смотрю в эти глаза, и меня словно столбняк одолел. Ни рукой пошевелить, ни ногой не могу. А тут, как собаке окрестный вой дала и затеяли, леший, видать, струхнул, а с меня цепенение спало, и я судорожно патрон в ствол ставил, и бахнул в тварь. Трясло меня сильно от жути, не попал. А хрень это через забор прыгнула и в лес удрало. На выстрел батя твой, Пашка, выскочил, тоже с ружьем. Я, мол, так и сяк. Шли мы до леса потом, но так и не нашли. Потом еще два дня по окрестностям выискивали. Так даже и следа не нашли никакого. Вот, видимо, объявился опять этот ублюдок. Ну, пусть только подастся мне, дробь я души накормлю. Дядя Боря допил свое пиво, попрощался и пошел домой. Мы еще некоторое время бурно обсуждали услышанное, но потом разошлись. Я хоть был в некоторой прострации от случившегося, уснул махом и без сновидений. Утром взял у отца машину и поехал в Романовку за новым аккумулятором. Заехал за Сашей и вернулся обратно уже в наш поселок. А тут новости. А тут новости. А тут новости. Только на следующий день мы местным людям пошли его искать. Даже бойцов из местных частей подрядили на поиске. Искали долго, но без толку. Кто-то из бойцов нашел его ботинок. А я недалеко от места находки ботинка нашел Лехин армейский нож. Правда, испачкан он был какой-то бурой жиже и вонял откровенной тухлятиной. Нож я кое-как вытер травой, а потом еще и в ручье помыл. Леху мы тогда не нашли. Объявился он, наконец, на третий день. Отказывался с кем-либо говорить и из дома неделю не выходил. Все разговоры вокруг Лехи только и крутились, мол, бандиты в плену держали, а он сбежал, пьянствовал, с ума сошел, лешего встретил. Я его встретил на нашей же беседке ночью. Леху. Я приехал от Саши, поставил машину и потопал в наш магазин. Дорога была аккурат мимо нашего места, в котором он и сидел. Алексей курил, потягивая пенное. «Даня!» окрикнул Леха, которого я сразу и не заметил. «Дань!» «Леха!» «Ядрить твою налево!» «Леха!» Я подбежал, крепко пожал ему руку, хотел его приобнять, но он меня отстранил. В темноте я сразу не увидел, что под левым глазом у него знатный такой синяк, верхняя губа опухла, а на щеке огромная ссадина. «Ребра болят, прости, Дань!» извинился друг. «Е-мое, что с тобой?» «Ты словно опять на войну ездил!» Попытался пошутить я. «Знаешь, прав ты был, проигнорировал мою шутку Леша. В смысле, насчет чего я прав?» «Да, насчет Лешего, а я все тебе не верил, и дядя Боря не особо поверил, вот и решил пойти в лес на разведку. Далеко я тебе в лес не пришлось, Леша меня, сука, сразу нашел. Учуял, видимо, а глаза его... Леху передернуло, он отпил из стакана и медленно продолжил. Глаза смотрят словно в душу, желтые такие, а я даже пошевелиться не могу. Так и завалился прямо ему под ноги, а он меня за ногу схватил и начал тащить. Я пару раз башкой шандарахнулся об корне, так меня и отпустило. За дерево схватился, а тварь как дернет, думал, ногу оторвет. Ботинок тогда и слетел, а я нож достал и ударил этой твари в грудь. Мне понравилось, падля, заорала, завизжала, да как шарахнет меня лапой веткой своей, что я как пушинка отлетел прямо в сосну и отключился. Очухался, пить и есть хочу. Дождь идет, а я бреду куда-то по лесу и без одного, без ботинка. А это, поверь, не очень комфортно, оказывается. Тело и голову ломят так, будто паровозом сбили. Вышел я на трассу, сориентировался и побрел к своему дому. Думал, меня полдня всего нет, а я аж трое суток бразил. Бля, я такого страха и жути даже на войне не испытывал. Леху опять передернуло. Мы молчали, а чего бы говорить-то? Не каждый день понимаешь, что в нашем мире водится всякая нечисть. Это, поверьте, коренным образом переворачивает взгляды на мир. «Эх, нож жалко», вдруг сказал Леха. Мне его взводный подарил, еще там, в Чечне. Я достал из-за пазухи сверток и протянул его Лехе. Он развернул и увидел свой нож, улыбнулся и пожал мне руку. «Мне вот одно интересно, Дань, завалил ли я эту паскуду или это все еще по лесам бродит?» Мы с Сашей часто приезжаем в наши поселки, к моим родителям, да, к ее бабушке. И детям нашим в радость на свежем воздухе побегать, и старикам умиление с внучкой и внуком понянчиться. Вот только детям я до сих пор запрещаю в лес ходить. «Помни слова Лехи» или «это все еще по лесам бродит». Если вы смогли преодолеть все эти три истории, все три приключения и выжить к концу видео, то хочу поблагодарить. Вы были стойкими, вы справились. Большое вам спасибо. Услышимся в новом видео. Всех люблю, всем пока. – –